Промоутер Джосефа Паркера Дэвид Хигганс опасается превзятого судейства в бою своего клиента против Дилана Уайта, который состоится в Лондоне. Менеджер напомнил на работу итальянского рефери Джузеппе Кварторони во время боя Паркера и Энтони Джошуа, который вызвал массу критики. В мире так много топовых рефери, а на такой важный бой был назначен итальянец, вслуживавший ранее невысокого уровня поединки. Надеемся, на этот раз британский боксерский совет назначить нейтральных и компетентных рефери и судей. Не думаю, что мы просим слишком многого. Геннадий Головкин может подняться в новую весовую категорию. По словам тренера Абеля Санчеса, для Трипл-Ж нужен достойный вызов в супер-среднем весе. Марвин Хаглер провел в среднем весе почти все свои поединки. Это был его вес, и никто никогда не просил его подниматься выше. Я думаю, для Головкина, как и для других элитных бойцов на данном этапе карьеры, важно иметь причины драться. Им нужен стимул, парень, который несет за собой опасность. А если мотивации нет, тогда не имеет никакого значения, сколько вокруг потенциальных соперников. Должен быть парень, который выводит тебя из душевного равновесия, с которым ты хочешь драться. Если такой парень появится в супер-среднем весе, то Головкин туда поднимется. Если нет, тогда он останется в среднем. На этом этапе и в таком возрасте зал – последнее место, где хочет быть боксер. И это, наверное, самая сложная часть режима. Сам бой – это легко. Если у Геннадия есть мотивация, он возвращается в зал. Но я не знаю, есть ли такой парень в супер-среднем весе. Александр Усик и Мурат Гасси встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской супер-серии. По мнению букмекеров, фаворитом данного боя является Александр Усик. Так, на победу Александра Усика компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,44. На успех Мурата Гассиева – 2,75. Нича в данном противостоянии оценивается 21. Отметим, что финальный бой Всемирной боксерской супер-серии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве. 28 июля в соглавном событии вечера бокса, мэй-эвентом которого станет объединительный поединок Майки Гарсии и Роберта Истера, встретятся два экс-чемпиона мира в полусреднем весе – Андре Бёрта и Дивон Александр. Титула на кону в этом противостоянии стоять не будет. 3 августа 30-летний Антонио Роско встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Павло Сизаром Кано. 6 июля проспект супертяжелого веса из Казахстана Иван Дычко проведет свой третий бой в этом году на этот раз против Морриса Харриса. 42-летний Харрис вернется на ринг после более чем 2,5-летнего отсутствия. В понедельник Международная боксерская федерация IBF официально объявила, что промоутерские торги на поединок чемпиона мира в суперсреднем весе Джеймиса Дигейла и Винсуэйца Хосеус Категи состоится 5 июля. С 23 мая IBF дала сторонам 30-дневный срок, чтобы договориться самостоятельно, но поскольку это им так и не удалось, в штаб-квартире санкционирующего органа в Спрингфолде пройдут торги, в ходе которых выяснится, какая из команд выступит в качестве организатора данного мероприятия. Боксер 2-го полулегкого дивизиона Саули Родригес-младший сообщил о прекращении сотрудничества с промоутерской компанией MyWeather Promotions и теперь является свободным агентом. Комментируя данную новость, 25-летний американец подчеркнул, что расставание произошло по обоюдному согласию. Продолжение следует...